Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы вновь на канале Шахматы для всех! Продолжаем рассматривать партии Магнуса Карлсона, которые он играет на супер турнире по Рапиду и Блицу в Варшаве. Все мы прекрасно помним, что в первом туре Рапид турнира Карлсон сделал очень неудачную попытку разыграть так называемую польскую защиту против поляковой Ташика на польской земле. Та партия закончилась полным разгромом Карлсона и в итоге он надолго опустился в самый низ турнирной таблицы. Но постепенно выбрался в середину и в Блиц турнире начал наверстывать упущенное. В пятом туре Карлсон победил Кирилла Шевченко, который очевидно пока что явно уступает в классе мастодонтам шахматного мира. А вот в шестом туре Карлсон играл против румына Рихарда Раппорта и в итоге получилась очень интересная обоюдоострая партия, которую мы с вами сейчас и рассмотрим. Итак, соперники играли в Блиц с контролем 5 плюс 2. Карлсон начал борьбу ходом c4 в ответ g6, e4, слон g7, d4. Карлсон захватил центральные поля пешками, но черные ходом d6 и далее c5 контратакуют центр. Белые продвигаются на d5, конь f6, конь c3, 2-0, h3, не давая вывести слона на g4. Поэтому черные играют e6 и после слон d3 бьют на d5. Если бы Карлсон забрал cd, то получилась бы защита модерн Бенони, причем один из основных ее вариантов. Здесь черные могут сыграть b5 и перейти на конкретные тактические рельсы. Это хорошо известный теоретический вариант. Но норвежец сыграл ed и мы с вами получили позицию, характерную для староиндийской защиты. Линия e открылась, черные дают шаг, белые перекрываются чернопольным слоном. В этой хорошо известной позиции сильные гроссмейстеры чаще всего играли на связку слона ходом слона h6. Но Рихард Раппорт, верный своему оригинальному остро-тактическому стилю, решил пожертвовать качество на e3, fe. Черные отдали ладью за слона, но взамен получили позиционную компенсацию. Это владение черными полями, прежде всего центральным полем e5, которое является прекрасным опорным пунктом для черных фигур. Также ухудшилась пешечная структура белых. Пешка e3 стала отсталой. Всего этого может, конечно, и не хватить для полного равенства. Но это все-таки блиц. Такие несколько вызывающие жертвы качества как раз очень часто применяются в партиях с ускоренным контролем времени. Нужно отметить, что впервые взятие на e3 встретилось в далеком 1984 году. Этот ход исполнил немецкий гроссмейстер Клаус Бишов. В партии против Семкова в Албене был сделан ход коня в d7. И далее на e4 конь e5 взятие Бишов дал шах, лишил белого короля рокировки и впоследствии получил полную компенсацию за отсутствующее качество. Однако другой большой любитель жертвы на e3, россиянин Александр Морозевич, в этой позиции играл исключительно ферзь e7. В нашей же партии Рихард Раппорт сыграл конь bd7, начиная развитие ферзевого фланга. После рокировки, как и Морозевич, атаковал ферзем пешку. Белые защитили, конь h5 и Карлсон прикрыл поле g3 ферзем. Конь e5, нападая на слона, тот отходит, размен на f3 и конь возвращается на f6. Ладья ae1, конь d7. Черные продолжают маневрировать вокруг опорного пункта e5. Карлсон же играет слон g4, не то стремясь разменять легкие фигуры, не то провоцируя f7, f5. Компьютер показывает, что это продвижение пешки вполне приемлемо. После отхода слона b6 и у белых лишь минимальный перевес. Но Раппорт задумал нечто иное. Пожертвовав качество на e3, он еще отдает своего сильного чернопольного слона на c3, вновь портя пешечную прическу сопернику. После bc конь e5, размен на c8 и идея черных становится ясной. Теперь против одной из белых ладей работает мощный централизованный конь e5. По-прежнему пешечной компенсации за качество у черных нет, но позиционная компенсация это, естественно, слабость пешечной структуры белых. При таких условиях черные имеют неплохие шансы в будущем запастись лишней пешкой. Карлсон переводит партию в эндшпиль, ставя ферзя на f6. Происходит размен. И в этой позиции черные вполне могли забрать на c4, прикрывая свою пешку d6. Далее поставить ладью на линию e и, получив пешечное большинство на ферзевом фланге, постепенно усиливать позицию. Но Раппорт решил, что пешка d6 никуда не убежит и сыграл король f8. Конечно, пешка d6 теперь защищена косвенно. В случае взятия последует король e7 и белая ладья поймана. Не могут белые защитить и свою пешку c4, так как на ладья f4 последует вилка конь d3. Поэтому Карлсон играет a4, и тут черные также могли спокойно забрать на c4, но предпочли ход король e7, прогоняя белую ладью. Та отходит на f4, защищая свою пешку. Теперь ход конь d3 ничего не дает, последует шаг на e4, сказывается положение черного короля на e7. Поэтому h5 играет Раппорт, которому так и не удалось забрать на c4. Белые играют ладья b1, ладья c7, король f1, конь d3, шаг и конь e5. Король e2 играет Карлсон, король f6, шаг, король e7. Черные, конечно, на ничью согласны, но Карлсон играет g4, и после размена пешек следует g5, ладья f5, конь берет пешку. Белые вполне могли забрать ладьей на g5, вторгаясь затем на восьмую линию, но Карлсон предпочел ход ладья g1, что в принципе тоже неплохо. Однако после конь e5 он все же не забрал пешку g5, а нужно было это сделать. Даже после взятия на c4, белые играют e4 и получают большое преимущество, так как, несмотря на то, что черные получили пешку за качество, ладьи белых теперь обладают очень большим пространством. После конь b6, a5, далее a6, вот такая жертва. Если задвинуть пешку b на b6, либо b5, то, конечно, пешка a6 будет очень сильной потенциальной проходной. Поэтому взятие, ну тут ладья a1. Мощная позиция белой ладьи позволяет забрать пешку a5, и белые сохраняют прекрасные шансы на победу. Но, видимо, Карлсону уже настолько надоел этот верткий черный конь, что он решил вернуть качество и перейти в ладейное окончание. Однако, взятие на e5 и далее ладья bg5 привело к примерно равному эншпилю. Это стало очевидно после ходов король f6, ладья h5, e4, король f2, король g6, ладья e5 и f5. Да, у белых сильная защищенная центральная проходная пешка d5, но у черных все же также есть шансы создать свою проходную. Борьба продолжилась. Король g3, ладья h7, ладья e8, король f6, опять ладья g7 шах. Конечно, ходить под мат белые не намерены, поэтому король f2, далее ладья h7, ладья e6, король g5, король g3 и ладья h1. Каждая из ладей начинает пиратствовать в тылу соперника. И здесь Рихард Раппорт проявил принципиальность. Он не стал идти на полное равенство, чего можно было достичь после ладья a1, взяли, забрали, и партия с очень большой вероятностью закончилась бы в ничью, так как идет тотальное уничтожение пешек. Нет, Румын сыграл на победу, пошел ладья f1. Он хочет забрать пешку e3 и получить пару связанных проходных, которые будут поддержаны как ладьей, так и королем. Карлсону ничего не остается, как забрать на b7 и попытаться создать свою проходную на ферзевом фланге. Шах, король g2, взяли, забрали. Итак, у черных две связанные проходные, у белых две разрозненные. Начинается жесткая темповая борьба. f4 играет Раппорт, h6, и в этой позиции черные ошибаются. Как же им провести в ферзи свои пешки? Лучше было дать шах. И после хода король h3 не играть f3 по причине ладья f7 и белые с помощью ладьей короля останавливают пешки соперника, а вновь ставят ладью на e3. И после король g2, ладья e2, черные согласны на повторение позиции. А если белые не хотят ничьей, то должны сыграть король g1. Далее f3, ладья g7, король f4, d6, e3, d7, надо играть ладья d2, a7. Белые пешки растягивают оборону соперника, но у черных есть свои. Ладья d1 шах. Далее e2, a8 ферзь. Каждый темп на вес золота. Поэтому черным тут нужно играть ладья h1. Завлекая короля на первую линию, черный ставят ферзя на доску, но здесь больше вечного шаха нет. Ферзь h4, ферзь e4, и это ничья. Однако лучший ход ладья e2 раппорт не сделал. Он пошел f3 шах и допустил очень серьезную ошибку. Впрочем, далеко не последнюю в этой партии. Король g3 сыграл Магнус Каусон. Тут сильнейшим был ход ладья e1. При лучших ответах белых они сохраняли решающий перевес. Однако ладья e2 сыграл раппорт. Каусон поставил свою ладью позади головной проходной пешки соперника. И освободил поле a7 для своей пешки. Ладья g2 шах. Король h3, король g6, нападая на ладью. И тут самым жестким ответом за белых было простое продвижение пешки. Чтобы оттянуть черную ладью на ферзевый фланг. И затем ладья e7. Если пойти f2, то последует король g2. Если же защитить пешку ходом короля, то d6, f2, король g2 и черные беззащитные. В принципе, решающий перевес сохранял и отход ладьи на f8. Но Карлсон серьезно ошибается. Он играет ладья f4, атакуя пешку e4. Но раппорт ставит ладью на a2 и становится очевидным, что пешка белых теряется. Следует взятие на e4. И на доске возникла критическая позиция. Важнейшее положение, в котором и определился результат партии. Если бы раппорт тут сыграл король f5, то имел бы все шансы спасти этот поединок. Ладья e6, ладья g2. Далее ладья заходит на g8. Белые играют a8, ферзь и ставят короля на g3. Но ладья a4. После взятия забираем ладья e3, ладья h4. Да, у белых сохраняется лишняя пешка. Но все же активность черных фигур, прежде всего ладьи, должна дать им ничью. Но румынский гроссмейстер поспешил. Он не сыграл короля f5, а сразу забрал на a6. Видимо, полагая, что и в этом случае добивается ничьей. Но это не так. Белые быстро подвели короля к пешке, съели ее, защитив ладью и получили две лишние пешки. Эта позиция уже технически выиграна, что Кансон доказывает без особого труда. Ладья a3, ладья e3, ладья a4 и тут просто d6. Брать на c4 черные не могут, последует и d7. Поэтому ладья a7 сыграл раппорт, но здесь, конечно, ладья d3. Если заблокировать пешку ходом ладья d7, то последует ладья d5 и король e4. Поэтому черные сыграли король e6 с целью заблокировать пешку королем и освободить объективно более сильную фигуру, а именно ладью, для активных действий. Но Кансон, конечно, такой роскоши сопернику не дал. 60-м ходом он сыграл d7. И партия перешла в пешечное окончание, точно рассчитанное Магнусом Кансоном. В этой позиции всего один ход ведет к победе белых. Плохо король e4, так как последует король e6. Черные захватили оппозицию и удерживают ничью. Но Кансон, конечно, такие эншпили проходил еще в детском садике. Тут он сыграл король f4. Идет борьба за оппозицию. Если сыграть король d6, то последует король f5. И обходя черного короля, белые в конце концов завоевывают пешку c5. Поэтому раппорт в отчаянии сыграл король e6. Но сразу же сдался, так как прекрасно понимал, что в этом случае последует король e4. Оппозиция за белыми. После король d6, король f5. Опять же обход. И белые легко побеждают. Вот так закончилась эта очень интересная, обоюдоострая и небезошибочная партия. Кансон все же сломил сопротивление соперника. Хотя, конечно, по ходу поединка ошибался и сам. Таким образом, в шестом туре Кансон одержал вторую победу подряд. И потихонечку начал подбираться к лидерам турнира. Что было дальше, мы с вами рассмотрим в следующих видео. А пока, если этот видеоролик вам понравился, ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.